Здравствуйте, с вами группа технической поддержки Валтек, меня зовут Максим. Сегодня мы рассмотрим различные варианты термостатических головок, а также проведем небольшой эксперимент, чтобы сравнить их эффективность. Внутри каждого подобного устройства есть термочувствительный элемент. При нагревании или охлаждении этот элемент расширяется или сжимается, в связи с чем термостатическая головка усиливает или снижает давление на шток термостатического клапана, регулируя степень его открытия. Пользователю лишь необходимо установить комфортный режим на шкале термостатической головки и подождать, пока устройство выведет радиатор на заданный расход. Термочувствительный элемент в термоголовке может быть твердым, жидким или газообразным. В чем же разница? Какое решение наиболее правильное? Чем быстрее будет реагировать термоголовка на изменение температуры, тем точнее будет соблюдаться заданный режим. Теоретически самый быстрый отклик на изменение температуры должна давать твердотельная термоголовка, затем жидкостная и в последнюю очередь газовая. Проверим теорию на практике. Собранный стенд предназначен для демонстрации расхода теплоносителя через термостатические клапаны с установленными термоголовками при помощи водосчетчиков. Изменять температуру среды окружающей термоголовки мы будем при помощи термостатической ванны, наполненной водой, что позволит создать для всех термоголовок одинаковые условия. Для испытания мы возьмем твердотельную и жидкостные термоголовки Валтек. На оставшейся точке подключим еще одну жидкостную и газовые термоголовки с оригинальными клапанами сторонних производителей. Циркуляцию в контуре нам обеспечит насос. Перепад давления можно определить по установленным манометрам. Все термоголовки мы установим на значение шкалы 3, что у каждого изделия соответствует поддерживаемой температуре 20 градусов Цельсия, согласно сопутствующей документации. А теперь перейдем в лабораторию. Температура воздуха в лаборатории 18 градусов Цельсия. Поместим термоголовки в воду с температурой 28 градусов Цельсия и проследим, сколько времени займет их отклик. Первой закрылась твердотельная термоголовка Валтек. Второй среагировала жидкостная головка стороннего производителя. Третья жидкостная термоголовка Валтек. Последний откликнулась термоголовка с газовым наполнителем. Практика полностью подтвердила теорию, вопреки распространяемым слухам о беспрецедентной скорости срабатывания газовых термоголовок. А теперь вопрос викторины. В какой системе и при каком подключении будет корректно работать удлинитель потока? Приз терморегулирующий комплект для подключения радиатора достанется 20-му, приславшему правильный ответ на e-mail викторины валтек.ру. При симпатии жюри рюкзак Валтек достанется, как обычно, приславшему самый оригинальный ответ. В следующем фильме мы проведем эксперимент на точность срабатывания термоголовок. На этом все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok